Всем криптопривет! Неделя с 18 по 24 июня в очередной раз завершилась снижением биткоина на 4,6%. Капитализация крипторынка снизилась с 280,8% до 241,4 млрд долларов или на 14%. Был всего один день, понедельник, когда была попытка развить восходящее движение, и на бирже BitMEX биткоин подорожал к доллару на 4%, до 6840 долларов. Но затем информационный фон вернул все на круги своя. Владислав Антонов уверен, что по окончании текущей недели биткоин и вовсе пробьет 5000 вниз. Итак, на прошлой неделе существенного позитива придала новость из Южной Кореи. Да-да, эти горе-ньюсмейкеры продолжают раскачивать рынок своими беспорядочными действиями. В общем, правительство этой страны подумало, подумало и решило отложить принятие законодательства для регулирования крипты. Своё решение они объяснили опасениями, что потребители могут воспринять это как легитимизацию крипторынка. Потребители несказанно обрадовались, что и в их огород никто не полезет. Но залезли с другой стороны. Хакеры взломали крупную южнокорейскую биржу BitHump и обнесли ее на очень крупную сумму. Представители компании заявили, что платформа потеряла 30 миллионов долларов. Конечно, руководство сразу же заявило, что возместит клиентам все убытки, но репутацию-то не вернуть. Как ни странно, но на взлом BitHump крипторынок отреагировал относительно спокойно. Ну, то есть без резкой паники. Но не исключено, что это событие стало главным катализатором разрастания негатива. И действительно, на взлом биржи BitHump обратило внимание правительство Южной Кореи и объявило об ужесточении регулирования криптовалютных бирж скорейшего создания соответствующей нормативной базы. Напомню, что власти уже хотели это сделать после взлома CoinRail. Так что посмотрим, насколько их намерения крепки на этот раз. Но Корея, как обычно, пустила волну негатива, которая прокатилась по многим странам, где изымали незаконное оборудование для майнинга, подавали жалобы и вносили регулирующие законопроекты. Поддержать распродажу криптомонет помогли также новости из Японии и США. Агентство финансовых услуг Японии по результатам проверки обнаружило у 16 японских бирж недочеты в сфере безопасности. Среди них оказалась крупнейшая биржа BitFlyer, которая сразу же прекратила регистрацию новых пользователей. А в США Калифорнийское управление, бизнес-надзоро и комиссия по ценным бумагам и биржам в США получили жалобы на криптовалютную компанию Coinbase. Сотни клиентов сообщают об исчезновении денег с их счетов. В общем, в этой неразберихе биткоин показал стремительное падение, пробив уровень поддержки в районе 6 тысяч долларов. На фоне обновления минимума 2018 года приуныли и альткоины. Но нашлись и те, кто свято верит в светлое будущее и крипты, и российского футбола. Две эфемерные идеи. Тем не менее, некий футбольный фанат поставил 38 биткоинов на выход сборной России в полуфинал чемпионата мира 2018. Это четверть миллиона долларов или 16 миллионов рублей. Как говорится, что-нибудь довыстрелит. А теперь прогноз от Владислава Антонова. Перелома медвежьего тренда не произошло. На текущую неделю с 25 июня по 1 июля Владислав Антонов ожидает падение курса биткоина до ключевой поддержки 4,800. В первую половину недели, скорее всего, мы увидим движение в горизонтальном диапазоне 5,700 – 6,5 тысяч долларов. А вот ближе к концу недели произойдет обновление минимума. Пока что, к сожалению, участники рынка предпочитают реагировать только на негативные новости для крипторынка. За минувшую неделю курс эфириума по отношению к американскому доллару упал на 15,3%. Учитывая, что биткоин остается под давлением, на текущей неделе эфир просядет до 354 долларов. Если цена устоит в боковом тренде на уровне 445 долларов в течение 2-3 дней, то стоит ожидать новой волны продаж эфириума. За минувшую неделю Ripple подешевел на 9,68%. Если на текущей неделе сохранится нисходящее движение, то падение Ripple усилится до 33 центов. Закрытие недели Владислав Антонов ожидает на уровне 36 центов. Если цена не снизится до 43 центов к 28 июня, то возрастут риски вернуться к 53 центам. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. И смотрите нас через неделю. Мы обязательно поделимся с вами интересной информацией. До встречи!